Олег Дорман снял фильм «Подстрочник» в 97-м году, а на экраны наших с вами телевизоров он вышел в 2009-м, то есть спустя 12 лет. Уже не было в живых Лилианы Зиновны Лугиной, которая, собственно, и героиня этого фильма. Если вы помните, а вы, конечно, помните, фильм собрал у экранов огромную аудиторию. Рейтинги были такие, что даже, собственно, сами телевизионщики были поражены. Это был абсолютно редчайший случай, когда несколько вечеров подряд телезрители садились слушать пожилую женщину, которая одна рассказывала про свою жизнь. Там больше никого нет. Там есть только Лилиана Зиновна Лугина, только ее голос и музыка, которая звучит фоном. И это очень важно. Вот именно про эту музыку, собственно, я и хочу вам сказать. Фильм вышел в 2009-м году, и больше никто никогда его не видел. Ни на экранах телевизоров, его не было на дисках. Вы не можете купить его в IT. Конечно, он есть у пиратов, и был у пиратов, и те, кому очень нужно было. Те скачали его бесплатно. А причина этому одна и очень важная, хотя и банальная. Вот это огромное количество музыки, которая звучит в 15 сериях подстрочника, важной музыки, не случайной, которую выбирал и очень тщательно продумывал сам Дорман. Вот эта вся музыка кому-то принадлежит. У нее есть правообладатель. Этому правообладателю необходимо заплатить за... Собственно, купить у него права на использование этой музыки в фильме. И тогда этот фильм может быть показан по телевизору. Например, телеканал «Дождь» готов его показать. Мы это уже точно знаем. Его можно будет записать и продавать на дисках. Его можно будет купить электронным образом через какие-то специальные интернет-магазины, где продают кино. Вот для того, чтобы это все стало возможно, и чтобы мы опять не вспоминали о подстрочнике, как о чем-то, что пришло однажды в нашу жизнь и потом ушло, вот для этого на планете, уже ставшем очень знаменитым краудфандинговым портале «Планета», идет сбор средств на покупку прав, музыкальных прав на использование в этом фильме. Мне кажется, это одно из очень важных дел, потому что подстрочник очень важная вещь. Она что-то такое... Подстрочник что-то такое нам сообщил и напоминает каждый раз, когда мы к нему обращаемся. Это фильм и книга о том, как один-единственный человек может что-то сделать в довольно большом пространстве нашей страны, когда многие-многие люди вдруг почему-то как-то трясут головы и понимают, что вокруг происходит что-то не то. Это напоминание о том, что было, о том, что стало, о том, что может быть. Это важная вещь. Мы должны иметь возможность посмотреть ее, показать ее нашим детям, посоветовать ее нашим друзьям и тем, кто еще молод и через некоторое время повзрослеет и станет тоже как-то интересоваться тем, что происходило в нашей стране. Поэтому давайте поможем создателям фильма «Подстрочник» сделать его народным достоянием.